Фанта! Много фанты на канале Покашеварим. Слушай, ну для меня фанты это вообще один из самых, наверное, ярких и позитивных продуктов, которые вообще продаются в мире. Потому что фанты с детства ассоциируются с чем-то таким ярким, оранжевым, клёвым, с прикольной рекламой, где помните... Ну, вы не помните многие, потому что уже... Я уже не молод, и я поэтому помню рекламу, где чувак сам себя стриг и делал такую смешную прическу. Это было забавно, это моё детство. И на этот раз у нас миллиард фанта, не просто какая-то там... Видите ли, апельсиновая. Смотрите, это вся фанты, которая существует на данный момент. Мне так кажется. У нас же она есть абсолютно вся, у нас его суши продаётся. Я решил для себя определить всё-таки, какая она по вкусу. Так что кое-какие фанты я пил, а кое-какие фанты я не пил. Буду пробовать. Уже заведомо знаю, какие из них вкусные. Это всё иностранщина. То есть у нас, в принципе, производится фанты. У нас же есть завод, это Coca-Cola, по-моему. Но стандартные виды фанты, типа лимон, апельсин. Всё, к чему мы привыкли. При всём уважении, я люблю фанту, например. Апельсин обычную. Но это всё зарубежное. То есть производство The Coca-Cola Company. Вот это в Атланте сделано, например. Вот это где сделано. Вот это в Дании сделано, например, маракуйя. Они, причём, кстати, сами баночки даже отличаются. Некоторые из них повыше, некоторые пониже. Я этого не замечал, когда мы себе заказывали в кафешку. 160 калорий, блин. Это тоже в Атланте. Вот эти баночки пониже. Производство Дания. Да, производство Дания. Те, что повыше, в общем, это американские. А те, что пониже, это датские. Обзор начинаем. Просто тупо всё пробуем. И в конце ролика мы попытаемся вызвать химическую реакцию, смешав все фанты в одной и попробуем, что за дрень получится. Удивительное разнообразие цветов. Я думал, будут цвета как-то повторяться. А нет, тут реально в каждом стакане какой-то свой цвет. Это забавно. То есть, с красителями фанта работает за ошибок. Три фанты. У меня не хватило стаканчиков. Я знал, что у нас много фанта. Я не ожидал, что их 15. Я бы же думал, где-то там 10-12. А их 15 видов. Ёма. Вот. Поэтому я самые банальные, типа, лимон, черри, вроде Доктор Пеппера, и яблоко я отставил в сторону. Давайте начнём пробовать. У кого-то сегодня будут газики. Блин, слушай, столько газированных напитков. Давай пробовать. Начнём мы с фанты ананас. Напитки все охлаждённые. Запах ананаса. Вкус ананаса. Вкусно, ароматно. Ананасовая фанта вкусная. Зашибись. Чувствуется действительно такой ароматик. Это радует. Следующая фанта это ягодная. Ягодная самая кислотная по цвету на сегодня, как грёбаный тасол. Там малина нарисована и черника, точнее голубика. Поэтому цвет и голубой, а не потому что тасол. Запах, как у какой-то жвачки из детства. Какая-то жвачка, серьёзно, ну либо конфета. Ладно. Ягодная фанта чуть меньше меня впечатлила, чем ананасовая. Ананасовая реально прям ананас. А ягодная не поймёшь. То есть ты ловишь какие-то вкусы ягод и не понимаешь, какие конкретно вкусы ты поймал. Чуть хуже, короче. Не очень. Следующая. Фанта грейпфрут. Фанта грейпфрут. Кстати, самая, наверное, унылая баночка из всех. Все баночки клёво выглядят. Очень аппетитный. Хочется купить. А вот эта баночка какая-то унылая. Самая бесцветная штука молочного такого разбавленного молока. Цвет. Цвет мути, назовём это так. Не горькая. То есть грейпфрут здесь именно вкус и аромат. Тоже чувствуется неплохо. Вот. У меня с грейпфрутом свои ассоциации. У меня какое-то время назад я в машину заливал жидкость для омывания. И там был запах, ну, отдушка добавлена грейпфрутовая. Мне поэтому запах грейпфрут теперь не очень ассоциируется. Но это мои заморочки. Ну, вообще, я должен сказать, что, в принципе, аромочка хорошая. Мне нравится. Давай персиковый посмотрим. Персиковый самый неестественный цвет у нас. Мне кажется, самый несоответствующий персику. Он какой-то... Что это за цвет вообще? Напишите в комментах. Это... Ладно, забыл я. В персиковом нет почти аромата персика. То есть оно не пахнет персиком. А вот вкус прикольный. Вот вкус персика аналогичный вкусу ананаса. Ну, имеется в виду, естественно, они отличаются. Просто по ощущениям концентрированности вкуса персик и ананас очень похожи. Персик зачет. Дальше у нас... О-о-о! Экзотик. Тут, смотри, нарисовано у нас маракуйя. Тоже персик. Апельсин. А превалирующий запах из баночки... Запах маракуйи. А это что? А это значит, что мне понравится. Я обожаю маракуйю. Это фанта из Дании. Она поменьше, видите, да? О-о-о, зашибись. М-м-м. Очень нравится. Очень нравится. Классный вкус. Необычный. Нестандартный. В принципе, вот пока идут нестандартные вкусы. Может быть, кроме персика он более-менее узнаваем. Потому что персиковые газировки, персиковый чай Липтон, вот это мы с вами уже знаем. А вот этот вкус очень интересный. Экзотик фанта. Клубника. Клубника просто банальная клубника. Я не думаю, что она удивит. Вот. Тем не менее, у нас, у русского люда, к клубнике очень хорошее отношение. Цвет самый красный из всех красных, которые здесь есть. На самом деле дрянь. Я вот... Понимаешь, клубника, она настолько уникальна. Это, наверное, единственный, вот в моем понимании, единственная ягода, аромат и вкус которой невозможно передать химией. Вот. Потому что везде, где ароматизатор клубника, а здесь явно ароматизатор клубника, везде чувствуется химозность этой клубники. Ай, нет. Нет. Клубника это просто полный провал. Не берите. Я нафиг ее, наверное, уберу даже из... Она сладкая и не клубничная, и химический аромат клубники. Плохо сделанная фанта клубника. Киви клубника. Пахнет киви. Фу, блин, это пронесло. Слава богу, не пахнет клубникой. Это очень хорошо. Потому что вот сейчас вот самый проигрышный, это вот этот фанта, вот клубничный именно. А здесь запах киви. Прям четкий хороший запах киви. Очень вкусно. Вот здесь не чувствуется вкус клубники. Я не знаю, почему они написали, что он с клубникой. Причем, стробери энд киви. То есть, стробери на первом месте. Но все-таки и вкусовой, и ароматический акцент в первую очередь на киви. И это очень классно. Киви очень свеженький такой фрукт. Мне нравится. Помимо того, что он такой мохнатенький, классный. Киви прям зачет. Киви ставлю в лидеры, в лидеры. Клубника маракуйя. Малина, малина маракуйя точнее. Вот здесь, вот здесь как раз ароматы делят два фрукта сразу. То есть, я чувствую и маракуйю, и малину. Прикольно. Первый раз, кстати, тут нет явно выраженного акцента на какой-то фрукт. По вкусу, как дорогой лимонадик. В каком-нибудь кафе, знаешь, вот в бутылках приносят тебе малина маракуйя, например. Очень похоже. То есть, ну, вкус действительно клевый. Сочетание малины маракуйя бомбическое. Ладно, виноград. Виноград. У меня есть любимая газировка виноградная. Это на Тахтаре. Очень вкусная. Саперави называется. Сравним. Я не пил такое. Вот и сравню сейчас с топовой виноградной газировкой. Камон, фанта! Ну вы что? Полный провал на Тахтаре. Гораздо вкуснее. В общем, виноград и клубника. Это пока самое дно из всех фант. Остальные пока вкусные. Яблоко тоже монофанта. Без каких-либо приколов дополнительных. Просто яблоко. У нас причем есть два яблока. Зеленое и вот такое вот красное. Сейчас я одновременно их попробую. Абсолютно банальный яблочный вкус. Ничего интересного. Яблочные газировки. Любую яблочную газировку возьмешь, будет такой вкус. А вот красное. Красное, кстати, понатуральнее по вкусу. Вот это интересно. То есть здесь такой вот яблочная химоза. Уже всем привычная. Которая, скорее всего, вам вспомнится по вкусу. А вот здесь, знаешь, вот есть яблочный сок с мякотью, есть без мякоти. Вот сок с мякотью, он почему-то всегда, он нектар, наверное, по-другому называется. Неосветленный, вот продают такой сок. Он вообще-то всегда ассоциируется с какой-то большей натуральностью. И вот эта фанта ровно такая же. То есть это осветленный обычный яблочный сок, вот банальный, к которому мы привыкли. А вот это прикольный с мякотью, неосветленный сок, натуральный, скажем так. Короче, вот красная фанта прикольнее по вкусу, более такая нежная, менее кислая, чем зеленая. Опа-на! Чего у нас еще? Манго! Слушай, манго, манго. Я ж люблю манго. Черт, недавно в Таиланде был. Да, всем хвастаюсь. Офигеть, офигеть. Хороший запах, хороший запах манго. На самом деле очень вкусно, действительно есть вкус манго и аромат манго есть. Хотя манго больше про вкус, чем про аромат, очень сладкая такая штука. И манго в напитке это скорее про структуру. Я не знаю, вот в моем личном ощущении. То есть манго, оно должно быть либо манго, либо шейк, вот как бы плотное что-то такое. А тут жидкая фанта и как бы ты понимаешь, что черт, это не совсем манго, да? Потому что я не знаю, сока манго бывает, там сок давят из манго, чтобы именно жидкий был. Он все равно как-то пюреобразный получается. Но очень вкусный, насыщенный по вкусу и аромату напиток. Ладно, еще у нас есть вот эта, кстати, самая популярная у нас газировка. Больше всего ее почему-то покупают, я не знаю, это клубника арбуз. Я ни разу не пробовал, но давай посмотрим, почему она такая интересная. По цвету это скорее, знаешь, когда вот белые майки кинул и случайно один красный носок попал в стиральную машинку. Вот это такой цвет получается. Самый унылый цвет вот, наверное. Он, кстати, очень похож вот на фанту малина маракуйя. Но малина маракуйя более матовая, это прозрачная. Фруктовый пунш называется. Клубника, арбуз по-другому. Ну, фиг знает. Я не знаю, честно говоря, почему вот эту фанту. Ну, видимо, арбуз, клубника, люди любят клубнику, люди любят арбуз. Наверное, поэтому заказывают. Черт, мне она... Ну, то есть она не впечатляет вообще. Вот я бы... Ладно, давай я потом свой рейтинг забабахаю, какая мне понравилась больше всего, а какая меньше всего. Хотя вы и так все поняли. Нам осталось допробовать лимонное фанто, но я полагаю, что оно будет банальное. И фанто черри. Давай, не отходя от кассы. Как в магазине. Вот это вот сейчас продается лимонное фанто, обычное абсолютно. А вот вишня, это, блин, ребята, не лезьте к нам в рэп. К доктору Пепперу не надо залупаться. Ну, хотя, кстати, подожди. Вообще не факт. И я бы не сказал, что доктор Пеппер тут у нас выглядит. Просто у Пеппера есть какой-то свой особенный вкус. У него, может, там своя модель вишни какая-то. Ну, вот это вкусно. Слушай, наравне. Я Пеппер люблю, вообще мне вишневые газировки нравятся. И, пожалуй, фанто прям вообще наравне. У нее свой немножко вкус, но очень вишневый. Короче, давайте я сейчас сделаю рейтинг. Рейтинг того, что мне понравилось больше всего. Итак, мой топ. Это вишневая, вне всяких сомнений, очень клевая фанто. Это манго, безусловно. Малина маракуйя, пожалуй, нет. Вот киви. Киви клубника, зашибись. Фанто экзотик. Фанто персик, ладно, тоже клевая. И фанто ананас. Это вот топ фант, по моему мнению. Дополнительно из вкусных. Вот здесь выставляем. Те, которые вкусные, но, возможно, чуть-чуть банальные вкусы. Так. Грифрут. Тем, кто любит грифрут. Переверни картинку. Че, вот грифрут. А че, вот ягоды. А, я думал, с другой стороны тоже есть. Ну и самые неинтересные фанты, которые я бы не стал брать. Это клубничная. Не то, чтобы отстой, но просто скучно. Виноградная, потому что хуже на тактаре. Яблочная, потому что она такая же яблочная, как и любая яблочная газировка. Фруктовый пунш, он такой, неопределившийся. Но, как бы, можно его вот сюда отнести все-таки. Наверное, да. Ну и фанта лимон, это просто банально. Короче, топовые фанты. Годные фанты. И так себе фанты, которые брать не особо стоит. И в конце обещанный эксперимент, что будет, если смешать абсолютно все фанты в одной чашке. Давайте пока напишем в комментариях, какой получится цвет, как минимум. Мне кажется, он будет ближе к фиолетовому-черному такому. Погнали. Химический завод имени покашеварим. Манго пошло. Блин, и все, у меня не влазит три напитка. Ну, давай все-таки для чистоты эксперимента я чуть-чуть, как бы, все-таки долью. Что у нас еще было? Виноград стоял отдельно. Оп. И что еще? И что еще-то было? Лимон, виноград? А, яблоко, да, точно. Вот это яблоко стояло. И все. И оп. И все. Цвет не угадали. Он получился какой-то коричнево-оранжевый. Давай попробуем теперь выпить эту дрянь. Ваше здоровье. Интрига, блин. Это, кстати, вполне можно пить. Вполне можно пить. Знаете, какой аромат победил? Ну, то есть, какой вкус я сейчас почувствовал. Вот из всего перемешанного. Первый, единственный вкус, который четко можно определить и из этой бурды. Вить прилил. Это ананас. Ананас реально победил. И не зря ананас был одним из самых первых и впечатляюще ароматных напитков. Короче, ананас победил. Остальное все перемешалось. И вообще ни черта не понятно. Редкостная дрянь, конечно, но пить можно. Стакан просто такой неопределившейся газировки. То есть, непонятно, с чем она. Сделать баночку невозможно. Баночка с таким напитком была бы либо черная, либо белая, либо вот такого просто тупо цвета. И на ней бы не было ничего написано. Спасибо за обзор. Вот такой вот обзор фант любопытный. Мне давно хотелось это сделать. Попробовать все фанты. Я это сделал. Красавчик. Если вам было интересно, ставьте лайки. А если было неинтересно, до какого хрена вообще неинтересно? Это же прикольно, когда сидит дядька бородатый пожилой и пьет кучу фанты. Поэтому за дядьку бородатого пожилого ставим лайки. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Блин, Димон, а? Будешь химозу пить? У меня сегодня дети вообще офигеют, бля. Прикинь. Сукаю кучу фан. Я сейчас поставлю. Они же выдохнутся, да? Все, пипец им. А? Их же закрыть нельзя. Да, Димон? А? Им пипец. Субтитры сделал DimaTorzok